Виктория Осипенко одна из тех женщин, которым поставили тот самый сложный диагноз. Несколько лет она страдала от нестерпимых болей, но самое главное, в 20 с небольшим ей пророчили бездетность. Правда, сегодня Вика уже и не вспоминает все времена. Всё изменилось два года назад. Тогда ей предложили провести экспериментальную операцию, которая и от боли излечит, и подарит возможность стать мамой. В тот период времени был поставлен вопрос, либо у меня остаются детородные органы, либо мне его удаляют. Было принято решение, что мы пойдём на эти риски, сделаем эту операцию, которая проводилась первый раз в России. Я доверилась полностью Виталию Борисовичу, и всё прошло успешно. К этому нужно было стремиться, к этому нужно было идти ради такого. Виталий Борисович — это гениальный врач-акушер, профессор медицинской академии, который и проводит в Красноярске эти уникальные органы, сохраняющие операции. Автор инновационной методики — японец Хисао Асаки. В 2011 году он опубликовал результаты своего десятилетнего исследования. А спустя год по его методу в Красноярске была прооперирована первая пациентка. Это вообще очень тяжёлое заболевание, аденомиоз третьей-четвёртой степени. Пациентки страдают тяжелейшим болевым синдромом. Они постоянно на анальгетиках, доза анальгетиков повышается, у них мучительное кровотечение. Вот эта пациентка, которая к нам пришла, у неё гемоглобин был 60. То есть и все они в результате того, что... и бесплодие. Все мы раньше удаляли матки. Потому что иного пути лечения, гормональная терапия неэффективная. Это пожизненно, это молодые женщины. И 24 года, и 26 лет, и 30 лет. Этот метод лечения в наш регион привезла Татьяна Макаренко. Говорит, диагноз сложный, но достаточно редкий. Поэтому всех женщин, страдающих от этого заболевания в Красноярском перинатальном центре, готовы вылечить, а тех, кого уже прооперировали, наблюдают. И у женщин, страдающих такой патологией, появляется шанс родить ребёнка, если не самостоятельно, то с помощью процедуры ЭКО. Новые методики требуют глубочайшего анализа результатов. Поэтому вот такой вот, наверное, самый большой опыт, это у нас в Красноярском крае, в городе Красноярске. На сегодня это уже около 16 таких операций. Красноярский край обладает очень большой территорией. У нас есть пациентки из Норильска, есть пациентки из Хакасии, которым очень сложно приезжать к нам на осмотр, но мы стараемся поддерживать с ними связь. В мировой литературе есть данные о 14 детях, рождённых после подобных операций. Информации о проведении таких операций в России и рождении детей после них нет. А значит, красноярские врачи вписывают новые страницы в успехи российской медицины. Дина Володина, Сергей Камашев, Алексей Гусев. Новости.